Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём». В студии Рената Булхаиров и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Очередную партию посылок доставили в подразделение Тобол. Их по поручению Александра Мора передал бойцам общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко. В день российской печати глава Тобольска Максим Афанасьев встретился с журналистами городских средств массовой информации. Говорили о лучших традициях региональной прессы, успешных проектах и новых информационных технологиях. Мария Гребенюк подробнее. Поздравления, подарки и слова благодарности за нелегкий труд. Для них журналистика давно не профессия, а образ жизни. В бурном потоке современной жизни ежесекундно идет поиск информационных поводов, проблематики и интересных новостей. Для тебя любой разговор, любая встреча, просто прогулка по улице – это инфоповод. Ты, ага, здесь там новое здание построили, здесь снег не убрали, а здесь что-то еще. И ты всегда на это нацелен, просто ты живешь вот этим. Для тебя вся жизнь один большой инфоповод. Отметил труд специалистов отрасли и глава региона Александр Мор. Тюменские средства массовой информации сегодня включаются в разрешение проблем. Участвуют в экономическом и социальном развитии области и страны. Сотрудники СМИ освещали героические заслуги медиков в период пандемии. В центре внимания медиасообщества была ситуация с лесными пожарами, достижения и проблемы земляков. Особо ответственную роль пресса выполняет с началом специальной военной операции, говорится в сообщении. Сегодня на всех журналистов, вне зависимости от того, в каких средствах массовой информации они работают, будь это радио, будь это телевидение, будь это печатная пресса, будь это интернет-издание. Сегодня накладывается особая ответственность в связи с проведением спецоперации. И вот как раз в этой ситуации ярко проявляется значимость и весомость каждого слова, каждой запятой, каждого кадра. И ответственность кратно возрастает. Это и помогает нам держать эту высокую планку уровня доверия зрителей, читателей и пользователей к средствам массовой информации. Мария Гребенюк, Михаил Куричко, Тобольское время. Сегодня музей печати, помимо профессионального праздника, отмечает свой день рождения – шесть лет со дня открытия. По этому поводу решили провести торжественное гашение открыток, созданных и напечатанных в Тобольской типографии. Памятное гашение произвели несколькими штампами. Иллюстрации на открытках самые разные. На одной, например, изображены супруги Сумароковы Панкратий и София – авторы-переводчики первых печатных художественных книг Сибири – «Училище любви» и «Эмилия». Подарок сделали не только для специалистов отрасли российской печати, но и для тех, кто коллекционирует открытки, увлечен штемпелеведением и посткроссингом. 80 мастеров и 200 ремесленников выявили в Тобольске. В городе подвели итоги 2022 года народного искусства и нематериального культурного наследия России. С подробностями Ольга Куричко. Приближаясь к 100-летнему юбилею Тобольской фабрики и косторезных изделий, ее сотрудники ищут новый путь развития. Несколько месяцев 2022 года они принимали участие в проекте Александра Васильева «Артистокрадия». На своих лекциях известный художник обучал табаляков, как изделия сделать востребованными. Традиционные северные мотивы, анималистику, теперь они смело разбавляют авангардной бижутерией. Общение с экспертом моды Александром Васильевым, Тобольским косторезом, пошло на пользу. Они чаще стали использовать коровий рог. И на московской ярмарке «Ладья» модницы буквально в лед раскупали их изделия. Несколько табольских мастеров демонстрировали свои произведения на Всероссийской выставке в Якутии. А их коллега Дмитрий Кугаевский, участвуя там в конкурсе «Лучий косторез России», занял первое место, выполнив работу «Сказ на бивне мамонта». Продолжая традиции табольского промысла, он поддерживает и современную стилистику. Разработали несколько вариантов образцов, цвета, цвета добавлять разные в кости. Надо следить за модой в резьбе. В первом фестивале «Тобольск. Город мастеров» принимали участие косторезы из 17 регионов. Более 100 тысяч человек посетили и другой «Смотр талантов мастера Сибири». Составлен реестр ремесленников, его разместили в соцсетях и теперь любой может познакомиться с местными искусниками и их изделиями. В 2022 году проходили форсат-сессии с участием ремесленников по созданию концепции функционального наполнения объекта культурного наследия, который находится на базарной площади. Придумывали, как можно разместить там наших ремесленников, чтобы это был креативный кластер. Многочисленные ярмарки, выставки помогают соединить производителей и потенциальных покупателей. Эта выставка имеет уникальный формат. Он заключается в том, что помимо классической выставочной экспозиции, описание работы каждого мастера, рядом с писанием имеется QR-код, который также ведет на страницу мастера. По итогам года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в древней столице Сибири выявили 80 мастеров и 200 ремесленников. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. После долгого перерыва вновь состоится фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». Реконструкторы со всей страны 8 и 9 июля 2023 года встретятся на своем привычном месте в туркомплексе «Абалак». Фестиваль станет 14-м по счету. Напомним, три года подряд «Абалакское поле» отменяли. Сначала из-за пандемии коронавируса, потом из-за нехватки средств. Реконструкторам удалось собраться в 2020 году, но в узком кругу и без зрителей. В этот раз фестиваль состоится при поддержке Федерального агентства по туризму и правительства Тюменской области. Бессменный организатор фестиваля Алексей Калмаков сообщил, что уже собрана рабочая группа. Проект заявлен на конкурс Фонда культурных инициатив. У православных христиан сейчас идут рождественские святки. Новый спектакль по традиции представил театральный коллектив «Благовест». «Серебряные коньки» – это история о милосердии, доброте и, конечно, о рождественском чуде. В сказку окунулся Шамиль Гулеев. Волшебное погружение в рождественскую сказку начинается с легкого вальса. На сцене спектакль «Серебряные коньки». Его воплотили актеры православного театра «Благовест» – храма Семи отроков Ефесских. В большой многодетной семье у самой младшей девочки Ани недуг. Ей снится, что серебряные коньки, которые принесет ангел, помогут исцелиться от болезни. И здесь братья и сестры решают найти их. «Как красиво! Я бы тоже хотела так научиться танцевать на льду!» «Ты смотри на ее коньки! Они серебрятся, как снег!» «Серебряные коньки» они находят у соседней девочки. И та поначалу не сразу хочет отдать их. Молитва к Богу помогает обрести настоящее чудо. «Сегодня Рождество! Мы должны надеяться только на чудо! На Божье чудо!» И рождественское чудо, конечно, произошло. Серебряные коньки девочке Ани подарили три добрых ангела. И в большой семье наступило счастье. «Серебряные коньки» – это такой символ чуда. И он говорит о том, что чудо возможно, нужно верить в чудо, и тогда оно обязательно произойдет. Спектакль «Серебряные коньки» коллектив православного театра «Благовест» готовил с начала осени. В танцевальных номерах были задействованы воспитанницы Иоанна Веденского женского монастыря. Я очень доволен работой этой. И посыл, конечно, такой очень во все времена актуальный. Это о добре, о милосердии, о маленьком чуде, который, в общем-то, в наших руках мы можем делать и должны. Главное, все зависит от нашего желания. Очень хорошо были переданы эмоции, те ощущения, чувства, как будто проживаешь вместе с актерами этот момент. И все это, понимаешь, по реакции зрителей, это все было не зря. То есть, как там нам зал продюривал. Такие рождественские встречи проходят традиционно, регулярно, радуют зрителей своими выступлениями коллектив «Светлячок». У православных христиан сейчас идут рождественские святки. Завершаться они перед крещением 18 января. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В Тобольске новые камеры за первый день работы выявили 117 нарушений правил дорожного движения. С декабря 14 комплексов фото-видео фиксации работали в тестовом режиме. Однако с 9 января автолюбителям уже начали поступать штрафы. Камеры фиксируют превышение установленной скорости движения, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. С ноября в Тобольске они работали на трех участках улично-дорожной сети. Позже к ним добавились еще 14 новых мест размещения стационарных комплексов. Оперативно узнать о своих нарушениях можно через официальный сайт госавтоинспекции либо портал госуслуг. В течение первых 20 дней после вынесения постановления о нарушении ряд штрафов можно оплатить с 50% скидкой. Закончилась первая рабочая неделя в наступившем 2023 году. Легко ли жители города вошли в рабочий режим после новогодних праздников, узнали наши корреспонденты. Мы не отдыхали, работали в больнице, у нас праздников нет. Мы работали на благо нашего Тобольска, Тобольской медицины. Как быстрее влиться в работу после зачастных выходных? Можно как в садике, знаете, начинать сначала на 2 часа, потом на завтрак, на обед. Если лично про себя, то для меня нет. Потому что я 31-го, 1-го, 2-го отдыхал, 3-го уже работал. Она еще не прошла у меня. Да, ну тяжело постоянно то спать хочет, но еще не отвыкла. Поэтому как бы очень тяжело пока. В выходные отпуск нужно вставать пораньше, и тогда режим, соблюдать режим, пораньше вставать. И тогда организму будет легче войти обратно в РУСУ. Вам помогает? Легко ли кинуться в работу, в учебу после таких долгих каникул? Я не отдыхаю, я не учусь. А так, да, в принципе, если любишь работу, то почему бы нет? А мы с 4-го числа уже на работе, всегда на работе. Самый вообще лучший способ вникнуть в работу, по-вашему, это что? Здоровый образ жизни. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Хороших выходных и до встречи. В выходные в Тобольске переменная облачность. Субботу днем минус 9-12 градусов, в воскресенье 10-12, в ночные часы минус 10-14 градусов, ветер юго-западный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова